Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня мы находимся с вами в мемориальной мастерской уральского художника Алексея Казанцева в Музее Уральского Искусства. Мы познакомимся с мини-выставкой «Тепло рук хранящее». Пермско-авторская кукла, жанровая скульптура и изделия из бересты. На этой выставке представлены работы декоративно-прикладного искусства, входящие в собрание музея. Начнем наше знакомство с изделий из бересты. Везде, где растет береза, от лесной и таежных зон европейской части России до Сибири и Дальнего Востока, русский крестьянин делал из бересты в нороство различных вещей. Береста – это верхний тонкий слой березовой коры нежного розоватого кремового цвета. Это легкий в работе и чрезвычайно долговечный материал. Одним из самых ценных качеств этого материала является его влагостойкость. Из него плели лапти, изготавливали посуду, коробки, лукошки, музыкальные инструменты, пастушьи рожки, и перестяные игрушки. В Новгородской Руси в XI-XII веках пластины из бересты использовались для письма. Это был удобный, доступный и дешевый материал. Первые сведения о технике обработки бересты, известные нам, относятся к XVIII столетию. Старинный центр резной бересты – Великий Устюг и его окрестности. К 80-м годам XIX века, 10-20 километров от Верхнего Устюга, в Шамаготской волости, складывается целый промысел по производству берестяных изделий. По волости промысел получил название «Шамаготская резьба». Орнаменты шамаготских мастеров украшали разнообразные бытовые изделия – туеса, шкатулки, чайницы, ворцы, короба, портсигары, блюда, оклады для книг и даже самовары. Ажурные орнаменты называли берестяным кружевом. Обращаются к берестяному промыслу и в XX веке. Перед нами работа Андрея Энстовича Галлера «Шкатулка Сири» 1978 года. Шкатулка имеет круглую форму с крышкой и имеет повторяющийся мотив. В ажурной рамке изображена птица Сирин. Изображение этой птицы в русском искусстве известно уже с XII века. У русских художников Сирин символизировала процветание и счастье, поэтому она жила в народном искусстве дольше других легендарных персонажей. Птица Сирин – это персонаж средневековой мифологии, птица с головой женщины, аналог древнегреческих Сирин. Это птица, обитающая в райских кущах, прилетающая на нашу землю и поющая песни, которые завлекали людей. Но несмотря на то, что эта птица – райская птица, что она живет в райских кущах, иногда она носила отрицательный характер, потому что многие, ну некоторые люди могли заслушаться этой песни и сойти с ума. Следующая работа автора – «Шкатулка Павушка», также 1978 года. Шкатулка имеет круглую форму с крышкой и также она имеет растительный орнамент. Павушка – это самка павлина. Не случайно здесь она так названа, потому что если приглядеться, мы можем увидеть на крышке этой шкатулки вот этот цветочный орнамент складывается в силуэт этой красивой птицы. Продолжают нашу мини-выставку жанровые композиции Галины Владимировны Петровой. Галина Владимировна Петрова родилась в Перми в 1899 году, ушла из жизни в 1986 году. В 1931 году она приезжает жить и работать в город Свердловск, в Екатеринбург. Работала в жанровой скульптуре и жанре портрета. Работала в таких материалах, как чугун, терракота, гипс. Гипс как художественный материал незаменим как для изготовления форм для отливки скульптуры в других материалах, так и для отливки скульптуры. Именно в этом материале в гипсе выполнены статуэтки Галины Петровой. Представленные произведения посвящены теме детства. Скульптура Папина Калоша представляет собой фигуру мальчика. Его голова опущена вниз, он смотрит на свои стопы. На правой ноге его надета Калоша, намного больше размера ноги. Папина Калоша. Скульптура «Мало каши ел». Перед нами скульптура стоящего мальчика, который разглядывает свою правую руку, согнутую в локте. У ног мальчика стоит гиря. Похоже, мальчик хотел поднять гирю, но сил не хватило. Мало каши ел. Скульптура «Скворцы прилетели» изображает сидящего мальчика, работающего над скворечником. Скворечник зажат между ногами, в его левой руке гвоздь, в правый большой молоток. Следующий раздел нашей мини-выставки также тесно связан с темой детства. Ведь понятие кукла неразрывно связано с детской игрой. Но кукла – это не только игрушка. Это и предмет обряда, и сувенирная продукция, и предмет интерьера, и даже актер кукольного театра. Также кукла может стать и произведением искусства. Перед нами несколько авторских кукол, выполненных художниками-кукольниками Пермской галереи авторской куклы и членами клуба кукольников «Ангелы радости». Все эти произведения были переданы в дар нашему музею. Практически все авторы, которые представлены на этой выставке, уже именитые мастера и участники многочисленных выставок. Перед нами работа Альбины Валерьевны Андроновой «Теле-теле-тесто» Машенька и Гоша. Альбина Валерьевна Андронова – искусствовед, директор выставочного зала Кировского района города Пермь и организатор музея «Закамск. 20-й век». В 2004 году вместе с Зуйкиной Татьяной Борисовной организовала клуб авторской куклы «Ангелы радости». Активно участвует в выставочной деятельности и организовывает выставки. «Теле-теле-тесто» – жених и невеста. Выражение неразрывно связанное со свадьбой и не случайно. Герои этой композиции – Машенька и Гоша – одеты в свадебные наряды. На Машеньке свадебное платье, на голове фата, в руках свадебный букет. Туфельки героини композиции уже сняла. Гоша одет в черный костюм. В изготовлении работ используются различные материалы, от самых простых и традиционных до сложных и современных. Глина, папье-маше, дерево, текстиль, фарфор, полимерная глина, папер-клей, махер и так далее. Следующая композиция уже совершенно другая по характеру. Перед нами работа Сидяковой Елены Андреевны «Музыка тишины». Мы видим три фигуры – две мужские и одну женскую. Одеты они в светлые одежды, напоминающие средневековые наряды. Возможно, это средневековые музыканты, играющие на невидимых инструментах музыку тишины. Следующая работа «Любови Михайловны Подаровой». Старушка на пеньке из киносказки Василиса Краса «Длинная коса». Старушка стоит на пеньке в красном сарафане и красном пестром платке. В руках у нее маленький платочек. Озорное лицо старушки и ее поза и наряд говорят нам о сказочности этого персонажа. Перед нами работа Людмилы Сергеевны Васильевой «Восемь утра, отражение». Здесь представлена фигура женщины. Возможно, она сидит перед зеркалом и совершает утренний туалет, собирает свои густые волосы в прическу. И последняя работа на нашей мини-выставке произведение Ольги Вячеславовны Богдановой «Заветная мечта». На пестрей крыше с телезонной антенной и печной трубой мы видим синего кота с привязанными за спиной крыльями. Возможно, это и была его мечта превратиться в бабочку и улететь. В собрании Ирбитского государственного музея изобразительных искусств находится достаточное количество произведений декоративно-прикладного искусства. Мы познакомились только с малой частью этих работ. И каждая из них несет себе частичку души автора, тепло его рук.